Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Евгения Саженцева. Я психолог-практик, также по образованию теолог. Сегодня у нас необычный с вами эфир. Я позвала в гости отца Сергия. Вы задавали свои вопросы в течение где-то недели. И я решила разбить их даже на два видео, потому что их очень много поступило. И буду задавать их, в том числе, еще отцу Кириллу. Ждите следующих видео. А сегодня мы познакомимся с отцом Сергием. Здравствуйте, отец Сергий! Расскажите, пожалуйста, о себе, нашим зрителям. Добрый день, дорогие друзья, братья, сестры! Очень приятно познакомиться с вами. Меня зовут священник Иерей Сергий Кунгуров. Я являюсь настоятелем воинского храма в городе Екатеринбург на Вторчермете. Если будете у нас, милости просим, приходите. Будем общаться. Это очень радостно. И сегодня хотели побеседовать на некоторые вопросы. Давайте начнем. Вопрос о крещении задает подписчик. В Писании видим, что крестились во взрослом возрасте. Осознанно. Почему в православии теперь крещение в младенчестве? Это не сейчас сложилось. Это было всегда. Да, в католической традиции крестить детей по достижению их 14-летия. Там это целая история, целая такая традиция. У нас в Восточной Православной Церкви, в нашей Русской Православной Церкви и во всех остальных православных церквях мира принято детей крестить, начиная с 40-го дня от рождения. Ну и более того, если есть угроза смерти младенца, то крестим детей даже вот в реанимации. У меня тоже был такой опыт. Крестим почему детей? Многие говорят, они же не хотят этого, может быть, они не осознали того, что они хотят креститься, не могут сделать свой выбор. Но нужно сказать, что родители ребенка и крестные родители, то есть восприемники, они и созданы, и существуют для того, чтобы поручиться перед Богом за этого человека, чтобы он воспитывался в духе православной веры. То есть крестный родитель, мать или отец, они обещают Богу, что они будут делать все возможное, чтобы ребенок воспитывался в духе православной веры и возрастал именно в духе православной веры. Вот, поэтому мы крестим детей, что взрослые будут их воспитывать в этой вере. Абсолютно не вижу здесь ничего плохого, которое, мне кажется, очень просто, очень понятно, очень доступно покрестили. То есть возрастать уже сразу же, будучи христианином, прямо с детства, жить в таком евангельском свете, знать Евангелие, жить по Евангелию, прямо начиная с детства. Если, тем более, родители живут по Евангелию, то почему мы не можем покрестить ребенка, да? То есть он же не вырастет обрезанным иудеем, если родители православные христиане. Ничего такого плохого в этом не вижу, наоборот, только приветствую крестить детей в младенчестве. Но самое главное здесь, да, мы отметим, что ответственность сложится не только на родителей, но и на крестных родителей. Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос звучит так. «На кресте Иисус сказал, свершилось». Как вы поясните это слово? Господь, вися на кресте, последние мгновения своей жизни сказал, совершилось. Этим словом, последним он подчеркнул то, что все, что было написано пророком, пророками, все исполнилось. Господь пострадал за всех людей. Он был именно распят на кресте. Ему не сломили костей. Перед этим его унижали. Били незаслуженно. То есть все это было в пророчествах указано о Спасителе Иисусе Христе. И ему, висе на кресте, копьем пробили ребро. И из него поделась вода и кровь. Много чего совершилось, что было в течение всей жизни Спасителя. Это все было предписано Священным Писанием, пророками было озвучено. И Господь последним Своим словом сказал, совершилось. Что он имел ввиду, это имело ввиду, что все сбылось. Как написано, по воле Бога Христос распялся, добровольно пошел на мученическую страду. Это смерть, самую страшную смерть за всех людей, за весь род человеческий. Вот что, значит, совершилось. Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос подписчицы. Человек, с которым я состояла в браке, предал меня и бросил в тяжелейший момент моей жизни. Сейчас я в отчаянии, чувствую себя так, как будто земля ушла из-под ног, словно в жизни больше ничего не осталось. Как пережить предательство и побороть чувство брошенности? Предательство, конечно, это самое страшное, самое неприятное, что может быть с человеком. Христа тоже предали ближайшие его ученики, апостолы. Они, правда, потом покаялись, изменились и были восстановлены все в своем апостольском звании, чине, проповедовали, славили Христа и так далее. Что касается нас, то, конечно, любое предательство – это боль, страдания невыносимые. Буквально вчера еще раз вместе с сыном пересмотрели фильм, называется «Изгой», о том, когда человек разбивается, самолет разбивается, и этот человек оказывается на острове, проживает там 4 года, веря в то, что он встретится со своей женой. Но через 4 года, когда он прибывает к себе в город, он видит то, что его жена уже замужем за другого, имеет детей, у них хорошая семья. Вот, и тогда вот этот муж, он тоже как бы в таком расстроенном, подавленном состоянии, думает, как ему жить дальше. Вот он там говорит такую мысль о том, что я не знаю, куда я сейчас пойду, не знаю, что я буду сейчас делать, но жизнь, она идет дальше. И завтрашний день он покажет, откроет дорогу, какие будут обстоятельства. Поэтому не нужно никогда унывать, тем более накладывать на себя руки, что это какая-то безысходная ситуация. Любые вопросы, пока мы здесь, на земле, они решаются, и все, и любая ситуация, в которую поставлен человек, это все-таки есть божественная рука, божественная воля, и мы должны с этим как-то думать на эту тему, почему мы оказались в такой ситуации, как из этой ситуации выбраться, что делать. Самое главное это не унывать, не падать духом, молиться Богу, и Господь, Он откроет, откроет, как быть, как жить дальше. Спасибо большое, отец Сергий. Ждем вас снова на эфиры, если еще будут у нас вопросы. И на сегодня закончим. Ждите еще наш второй эфир с отцом Кириллом. Спасибо. Продолжение следует...